В программу фестиваля входят наиболее яркие, профессионально снятые, интересные зрителю игровые фильмы продолжительностью до 20 минут. Лучшие короткометражки современных российских авторов в волшебной атмосфере настоящего уличного кинотеатра были представлены на суд зрителя. Это уже не первый показ. До этого десногорцы познакомились с конкурсными работами. Теперь же им продемонстрировали картины разных лет, которые шли вне конкурса. За два дня все желающие могли увидеть 12 лент. Это «Петух», «Приключения начинаются», «Про любовь», «Солнечный ветер», «Двое вместе», «Каждый 88-й», «Счастье на ладони», «Ленин день», «Куда приводят сны», «Хорошая энергетика», «Расфокусин» и «Зараза». Актерский состав был достаточно интересен. В съемках приняли участие как молодые, еще неизвестные актеры, так и уже довольно популярные. Сюжеты фильмов были абсолютно разные. Мелодрамы и комедии, красивые истории любви, футуристичные миры и настоящая дружба. Десногорцы по достоинству оценили короткий метр и кинотеатр под открытым небом. Необычно было здесь увидеть кинотеатр вот этот и данное мероприятие. Очень хорошо, интересно для проведения пятничного вечера. Музей очень классный, потому что досуг вечерний в Десногорске как бы проводить самим приходится. А тут такое общее мероприятие, которое объединяет и родителей, и детей. И интересен формат короткометражки, разные сюжеты, что тоже так радует на самом деле. Мне очень нравится. Как бы по-новому для города Десногорска был кинотеатр, закрылся. Только вот единственное, комары грызут, так все нормально. Очень здорово, мы пришли. Народу, кстати, нормально много собралось. Фильмы интересные, смешные. Очень нравится. Завтра придем. Нам очень нравится. Это необычно, интересно, как-то свежо. Я не знаю, как часто здесь такие мероприятия приходят. Первый раз. Да, я человек новый в этом городе, но мне очень нравится. На птичек внимание обратно. Очень интересная подборка и заставляющая задуматься. Особенно современная молодежь. Это очень актуально. Следующий показ короткометражных лент вне конкурсной программы Международного фестиваля уличного кино планируется в августе. О точной дате и времени организаторы сообщат заранее. Не хотите никого убить? Не хотите убить?